Грант без ЕНТ в Павлодаре четверо военнослужащих получили образовательные гранты, минуя вступительные экзамены. Воинская часть отметила достижения солдат почетными грамотами. Подробнее в нашем сюжете. Программа «Срочник 2.0» позволила военнослужащим получить грант на образование в стенах воинской части. Для этого достаточно было проявить себя как прилежный солдат. Хотелось бы отметить, что эта программа была введена по инициативе нынешнего министра обороны, генерала-полковника Жак-Слыкова Руслана Фатиховича, который дает возможность нашим молодым ребятам, гражданам Республики Казахстан, проходя воинскую службу в рядах вооруженных сил, в других войске и воинских формированиях, проявляя свою инициативу в процессе боевой подготовки, показывая хорошую свою воинскую дисциплину, принимая участие в данной программе, реализовывая свои права, как граждане Республики Казахстан поступать в высшие учебные заведения. Каждый навык юных воинов оценивался. Исходя из этого, выбирали достойного кандидата на грант. Одним из таких стал Айгали Орандебаев. Он мечтает о профессии пилота. Я поступил в университет благодаря программе «Срочник 2.0», потому что хорошо сдал тесты здесь. Много баллов набрал. Большое спасибо этой программе. Его семья, конечно же, обрадовалась этой новостью. Мы как все услышали, сразу обрадовались. Вообще для нас неожиданно так было. И мы вообще все рады, что государство предоставляет такие возможности нашим детям как-то себя проявить. Воинская часть тоже чествовала победителей конкурса на грант. Ребят наградили почетными грамотами. К слову, такая возможность для солдат была инициирована соглашением Минобороны с семью-десятью вузами. Анастасия Ершьер, Тысак, Парад.